Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас в городе Куроктианапа. Зовут меня Юрий Озаровский. Привет вам, Черноморский. Мы находимся сегодня на Жемчужине России. Это конец Пеневского проспекта и отсюда, в принципе, начинается Витязьва. Сейчас оно сзади меня. Посмотрим сегодня проход к морю, так как меня просили показать, как там поживают некоторые гостиницы, глянем, что у них, как дела. Вы видите, что здесь много машин, это говорит о том, что работает Жемчужина России. Там уже начался детский сезон. Заезжают детки, отдыхают, оздоравливаются. Хотелось бы сегодня вам рассказать о том, что у нас уже практически нет мест на многих отелях на июнь месяц. А на по в этом году будет востребована на 30% больше. Связано это, в первую очередь, с тем, что если в прошлом году люди ждали самолеты и не бронировали, то в этом году все надеются только либо на автотранспорт, поезда, автобусы. И поэтому самолетов уже никто не ждет. И, собственно, поэтому брони идут просто очень большими темпами. Если вы хотите прочитать об этом, смотрите на наш телеграм-канал. Там есть полностью пост с описанием. Ну, а я к концу видео вам обо всем расскажу. А сейчас давайте прогуляемся к морю. Дорогие друзья, в этом году Анапа лопнет. Будет трещать по швам, как ни один другой курорт. Даже если сейчас мы уступаем всего лишь на каких-то 20% в Сочи. Представьте, что будет летом. Как я уже сказал, это «Жемчужная Россия». Огромное количество транспортных средств. Их очень много приезжает. Потому что детей отдыхает сейчас, особенно с края, очень много. Приехать сюда можно. 128-я, 114-я маршрутка. С Анапы с Витязева выйти и прогуляться на пляж. Потому что пляж очень многим нравится. Так как в дневное время здесь детей нету на пляжах. И получается огромная территория, на которой можно искупаться. С правой стороны, как я сказал, это детский лагерь. В общем, «Жемчужная Россия». С левой стороны санаторий «Бывшая Москва». Теперь Анапа. Это наше ведомственное учреждение. Сам проход ведет вот сюда вот на море. Тут работает аптека, супермаркет. Но все в летнее время. Сейчас здесь не работает ничего. Здесь столовая большая, где покушать. И даже неплохие отзывы о ней. Единственное, что проходик, видите, с этой стороны такой узковатый. Но здесь через рынок, в котором продается абсолютно все, что вам нужно и не нужно. И фрукты, и овощи, и разнообразные сувениры. Просто огромные. Через него здесь широкий проход. Так что можно выбирать, где идти. То ли с детьми. Мама, папа, купи-купи. Либо с той стороны, по узенькой тропиночке пробежаться. Чтобы дети не знали, чего попрошаться. О чем выпрашивать у вас. Все развернулась стройка. Новые здания. Так что здесь в летнее время работал туалет. И туда еще один у нас был отельчик. Тут продавали шашлычки. Курый гриль, пирожки тоже разнообразные. Сейчас температура воздуха 11,8. Я сегодня побывал в Крымске. Услышал, как летают действительно истребители. Это просто прям уши закладывает от этих звуков. И там температура воздуха сегодня была плюс 18. Друзья, я снял все кофты, куртки. Ходил в майке. Прочувствовал солнечный электрофиолет. И какая жара. Это плюс 18. Сейчас вроде бы 7 градусов. Разница, да? Ну, за один день это прям сильные перепады. Так, нам вообще на пляж идти в ту сторону. Здесь еще один у нас пансионат. Тоже там территорию отвоевал себе. Но меня очень часто просили. Юра, сходи сюда за угол. Покажи отели, которые там есть. Хорошо? Давайте повернем и пройдемся вот сюда. Ну, как вы видите, тут тротуаров нет. Проезжая часть, никто не убирает. Грязная. В общем, курортная зона города-куроркта Анапы. То есть, раньше всю жизнь здесь вот это место называлось Агата. Сейчас на ней надпись морские рифы. Вот так вот. Да, действительно, пансионат, морские рифы. Слушайте, рифы это, походу, то, что там сваи в море торчат, их никто не убирает и решили обыграть. Вот так вот. Идем дальше. Тоже такая курортная зона. Все очень грязно. Везде листья не убраны. Не хватает только мусор и куча говна. Не знаю, ну, прям вот не сказать, что это первая зона. Тут золотая земля и все по-быстрому приводит в порядок. Нет, все вот, как сказать, по-российски выглядит именно вот так вот. Слушайте, а там дальше прям уже на дюнах, походу, стройка идет. Здесь у нас Антарес гостевой дом. Я так понимаю, что они и ведут то строительство. Тут хотя бы уже асфальт их сделали. Дальше здесь домики. О, кстати, закат начинается. Разнообразный мини-отель Амори. Пионерский 289. И здесь вот такая вот территория. С собственным шарбаумом, парковкой. И она туда дальше идет. Это я не помню, как называется. Я как-то даже был у них на территории. Здесь детский лагерь Сокол. Сколько времени я здесь провел? Как у него территорию порезали, а? Там, конечно, где детский садик был. Рынки построили с гостиницами. Здесь дюмно отрезали гостиницы. То есть кто-то зарабатывал все денег. Очень много и быстро. В общем, такие вот дела, друзья. Дальше, я не знаю, по-моему, там тоже еще что-то есть. Но туда уже идти не хочется. Вот этому всему снимать. Вот представьте, да, сколько стоит здесь отдых в этих отелях. И какой к ним подъезд просто ущербный. То есть они не уважают своих гостей. Берут с них огромные деньги, чтобы они приезжали и смотрели на вот все это прям стрёмное. Это типа не мое за забором. Меня не интересует, что там происходит. Вот так вот и живем, к большому сожалению, в нашем мире, когда вокруг вас ничего не хочет благоустраиваться. Даже могли бы договориться, скинуться все они и сделать красиво. Ну вот, все увидели сегодня мы глазами. Здесь вместо того, чтобы посадить деревья, поставить скамеечки, побольше воткнем роллетов, возьмем с них побольше аренды, положим все в карманы, будем жить долго и счастливо. То, что люди приезжают, у них никакого сервиса и комфорта, да хрен с ними, другие приедут. Вот так вот и клепается бабло на южных курортах российского побережья. Ну вот, ни одной скамейки, ни одной мусорки, никакого благоустройства для людей. Даже ни одно дерево не посажено. С этой стороны у нас МВД поставил забор. Такой стрёмный, раньше всю жизнь тут стоял, знаете, такой прям красивый заборчик, там видно было территорию, идешь, удовольствие. А из правой стороны такой же вот бетонный. И еще раз говорю, когда хожу по нашим проходам, то чувствую себя прям действительно русским. Идешь, такие заборы мощные, чтобы никуда тварь дрожащая не вылезала. Четко шла на море, несла свое бабло, не знала горя. Дай бог засмотришься, увидишь, что тебе не положено. Обидно, честно, обидно очень. Видите, в таком формате. Если даже делаете забор, поставьте скамеечки, лавочки, украсьте как-то это красиво. Сделайте для людей, а не так, как вот это сейчас все выглядит. Ручненько, очень ручненько. Выходим на дюны. Здесь тоже у нас вот стройка какая-то велась, пока подзаморозили ее. Здесь у нас вот чисто вот, у нас проверяют же там курорты, говорят. Вот, пожалуйста, придите, проверьте. На дюнах стоит здесь строение. Там вот я, честно, не вижу особо, где-то устройка велась. Возможно, туда. Ну, тоже, видите, вот старая красная линия. Тут, бац, кусочек при заборчиком охватили. Там уже строить начали, но вроде заморозили. То есть там за ним еще что-то пытаются. То есть вот такое, знаете, на территории пляжей пытаются кусочками-кусочками. Хотя люди тоже не виноваты. Им администрации до нашей администрации продавали эту землю, обещали там и так далее. Я вот буквально смотрел о приеме гаража. Там мужчина пришел с субцеха, говорит, вот хочу строиться, мне не дают. Ему говорят, у вас по новому генплану уже строительство запрещено. Потому что у вас там земли для зеленых зон. А у нас между санаторием Одиссея и Черноморец ведется строительство. И никто не может остановить. Хотя администрация мне говорила, что все там решится и будет хорошо. Можно вот тут пройти. Но я хочу немножко на дюну подняться и отсюда уже вам море показать. Ай, какие краски море, Анапа, закат, фантастика-то все. Идешь такой по пляжу, как же здесь красиво. Дюны, это сила. Видите, вот там где нет корней, все ветром снесло, и дюна эта уменьшилась. Многие даже не узнают, с тех, кто здесь отдыхал на входе. Она же мчужная Россия. С другой стороны, солнышко садится в море. Последние его лучики. И вот все это прям повезло, что мы поймали закат. И вот на песочке как это отражается, да? То есть солнышко. Просто однозначно лайк. И я понимаю, почему на Банапу будет приезжать столько людей. Мужчина залез прямо на самую вершинку дюны. Красота, друзья. Песочек манит. Нам обещают, что будут убирать пляжи гораздо лучше. Мы этого очень ждем. И надеемся, что в этом году будет чистота и комфорт. Да и сейчас, буквально недавно, я Витязева снимал, он показывал, насколько было много штормового мусора. Сейчас мы выходим на пляжи. Уже чистота и красота. Сейчас разлетается видео в телеграм-канале. Оно опубликовано с моря. В благе там прям все завалено мусором. Там не дорабатывают большому сожалению пока ответственные люди за убокое пляжи. И там, как и говорят, ничего страшного, к лету уберут. Ну, а потом этот мусор расплывается дальше, гниет. И вообще неуютно, да? Постоянно приходим, там мамы с детками, с родственными люди. Кто-то на лавочках сидит. И, кстати, здесь от селены несколько лавочек стоит. Очень классно людям прогуляться и получить удовольствие от таких вот эмоций на наших пляжах. А так, если бы мы приходили, здесь были туч мусора, то какой бы смысл бы приходить на наше любимое черное морешко. Ну и морешко наше, здравствуй. Мы к тебе пришли в этот самый великолепный час закатный. И можем получить максимум эмоций. Потому что ты прекрасна. Спора нет. Как же тянет уже в него. Хочется, чтобы скорее температура поднялась и море со мной обнялась. Да еще, подчерк, какая чистая вода, ребята. Видно, надеюсь, вам. Главное, чтобы не обняла меня. Морешко наше. Красота. Еще и теплая вода. Прежде чем рассказать о загруженности наших отелей и цены на сезон 2023 года, я хочу вам рассказать, что на разработку мастер-плана курорта Новая Анапа направят 155 миллионов рублей. Акционерное общество, корпорация «Туризм РФ» ищет подрядчика на разработку мастер-плана всероссийского пляжного семейного курорта Новая Анапа. Это Благовещенская будет. Начальная цена контракта составляет 155,1 миллион рублей. Курорт Новая Анапа построит в станице Благовещенская. На общей территории в 1,6 тысяч гектар. Новую рекреационную зону выполнят в едином архитектурном стиле. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в декабре сообщил, что курорт Новая Анапа привлечет на Кубань более 350 миллиардов рублей инвестиций на 17 километров, увеличит песчаные пляжи и поспособствует созданию не менее 14 тысяч рабочих мест в регионе. Он отмечал, что курорт должен быть построен в течение 2-3 лет. То есть настолько быстро все это здесь у нас появится и будет работать. Так что, дорогие друзья, очень интересная такая информация, как развиваться курорт. Только я не могу понять, как это может увеличить наши пляжи. Они как бы сейчас есть, а на перспективе, что они могли стать короче. Давайте вернемся к началу нашего видео и то, о чем я вам обещал рассказать. О том, что в некоторых отелях Анапы почти не осталось свободных номеров в июне. Этим летом на курорте ожидается увеличение турпотока. А вы уже позаботились о своем отдыхе? Это вот как я вас и спрашивал. В отелях Анапы сообщают о росте спроса на лето. Некоторые категории номеров уже нет в наличии на июнь. Например, с Анатолией Родник в середине месяца распроданы 1-2 местные стандарты. В отеле Дивный мир усадьба Шатоу 4 звезды. На июнь почти не осталось свободных номеров. На 10 ночей заселиться не выйдет. Редакция турдом.ру выяснила, с чем это связано. Это не реклама, а просто информацию раздобыли, собственно, о них и говорим. Еще год назад туристы не понимали, откроют ли аэропорты и надеялись на возобновление полетов. Но в этом году основной упор делается на поезда. Поэтому отели и билеты планируются заблаговременно. Это то, о чем я вначале и говорил. И, соответственно, спрос выше, чем ожидалось. Несмотря на это, цены в этом санатории остались на уровне прошлогодних. В начале июня в Роднике стоимость 10 ночей с разовым питанием шведский стол начинается от 69 тысяч рублей на двоих. В середине июля нужно заплатить от 97 тысяч рублей при заезде 10 числа. А отелика Гарант Меридиан, 3 звезды, тоже отмечают хороший спрос на лето. При этом в июне еще достаточно свободных номеров. Стоимость 10 ночей от 66 и 7 тысяч рублей. С питанием все включено на двоих. В июле на 20 тысяч рублей дороже. В отеле Дивный мир, усадьба Шато. На июнь почти не осталось свободных номеров. Согласно информации на сайте, заборнировать 10 ночей в июне уже не выйдет. Если ехать на неделю, то свободен двухместный стандарт с заездом 1 июня за 68 тысяч рублей. С питанием ультра все включено в начале июля. В гостинице доступен лишь номер Стандарт Плюс. 10 ночей в нем будут стоить около 100 тысяч рублей на двоих. В управляющей компании сети Ален тоже заметили возросший спрос. По сравнению с прошлым годом, в реальной степени пользуются популярность как простые номера, так и семейные и люксы. Полностью проданных в гостинице еще нет. Есть разные варианты размещения. 10 ночей заездом 1 июля в 5-звездочный Ален Фэмили Дэвиль. С трехразовым питанием почти мне ультра все включено обойдется. Минимум 250 тысяч каких-то рублей на двоих. Поэтому еще не совсем распродали. В июле свободных номеров уже меньше, а стоимость выше. 307 тысяч рублей. В Ален Фэмили Ривьера в июне можно провести 10 ночей за 214 тысяч рублей. В июле за 267 тысяч рублей. Ну, я так понимаю, что вот немножко не для всех вот этот отдых, о котором сейчас говорилось в этом видео. Но все равно, вы представляете, что не для всех уже почти все продано. Вот такой спрос в этом году, дорогие друзья. Ну, подводя итог, спасибо, что сегодня прогулялись вместе со мной. Послушали море, послушали информацию интересную. Ждем вас всех в Анапе. Будем рады вас обнимать вместе с морем. И приветствовать. В общем, от всех нас, анапчан, привет вам в Черноморске. С вами был сегодня Юрий Азаровский. Не забывайте подписаться на канал. И всем мира, друзья. От души, чтобы было красиво. Ну и, как всегда, морюшко ваши города. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok